Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью с президентом Арменаком Абраменом. Реакция армян Республики Западной Армения на заявление Байдена. Президент Республики Армения отправил генеральному секретарю ОБСЕ письма по вопросу армянских пленных. Евросоюз призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ необходимую информацию об армянских пленниках. Неожиданное заявление американского дипломата Альберто Фернандеса вызвало возмущение в Турции. Армения запретит продажу турецких товаров в стране. Во время геноцида против армян церкви Святого Киракоса и Святого Саркиса в Тигранакерте использовались как штаб-квартиры. В павильоне телевидения Западной Армении президент Республики Западной Армении Арменак Абрамен дал обширное интервью о оригинальных событиях, документах о геноциде, подписанных Турцией, а также о заявлении, сделанном президентом США Джо Байдену 24 апреля, где было произнесено слово «геноцид». Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамен, отсылаясь к речи Байдена, отметил, что правительству Западной Армении еще многое предстоит сделать, и они должны предпринять активные шаги, чтобы направить развитие событий в пользу армян. С властного заявления Турции и Азербайджана, в которых слово «геноцид», произнесенное Джо Байденом, считается большой ошибкой, он отметил, что это не что иное, как чисто политическое заявление. Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале телеканала Western Armenia TV. Недавно президент США Джо Байден в своем послании 24 апреля использовал термин «геноцид», который, помимо того, что он долгожданный, был уместным и справедливым. В армянском мире, во всем цивилизованном человечестве эти слова были восприняты с большим энтузиазмом и благодарностью. В частности, армяне, проживающие в Западной Армении, не остались равнодушными к заявлению Байдена. Как известно, после геноцида против армян, нашим соотечественникам, сбежавшим на территорию Западной Армении, все же удалось сохранить свое физическое существование, продолжая поколение. Теперь эти поколения, несмотря на насильственное обращение, продолжают нести свой армянский ген. Живут и чувствуют себя армянами. В частности, у них большие ожидания и вера в открытие исторической несправедливости и признание истины. А термин «геноцид», выраженный Джо Байденом, вызвал у них уверенность, поддержку и оптимизм. Какими бы скептическими не были некоторые члены армянской общины среди армянского населения Западной Армении, есть определенные опасения, что они рады этому и выразили свою признательность и благодарность президенту США. Продолжая привлекать внимание международных партнеров к актуальной проблеме содержания армянских военно-пленных и мирных жителей в Азербайджане, президент Армении Армен Сархсян направил письма генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейкинович-Бурич, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельге Марии Шмидт. Все задержанные Азербайджаном, армянские военно-пленные и мирные жители должны быть как можно скорее возвращены. Об этом Ньюс АМ сообщили в аппарате президента Республики Армения. В своих письмах президент говорил о заявлениях о действиях Азербайджана во время войны. Упомянул о работе, проделанной защитником прав человека Республики Армения, направленной на то, чтобы выразить озабоченность и актуальные вопросы армянской стороны. Европейский Союз призвал Азербайджан предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о заложниках армянах, ранее запрошенную судом. Как сообщает Армен Пресс в распространенном Евросоюзом послании, в частности, говорится, Европейский Союз приветствует укрепление режима прекращения огня после подписания соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года между сторонами, а также позитивные результаты возвращения человеческих останков и оказания гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате конфликта. Однако Европейский Союз повторяет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между двумя странами и продвижения к прочному миру. Это означает отказ от враждебной и оскорбительной риторики, возвращение всех военнопленных и задержанных как можно скорее, независимо от условий их содержания, и сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование. Правительство Армении намерено продлить запрет на ввоз в страну турецких товаров, а также запретить их продажу. Об этом в четверг на брифинге заявил исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керубян. «Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают», отметил он, не уточнив конкретный срок соглашений. Шестимесячный запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении в конце декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики и обосновало решение вовлечением Турции в Арцахский конфликт. Власти Армении неоднократно заявляли, что Турция напрямую вовлечена в конфликт в Арцахе. По мнению руководства республики, Анкара не только отправляла военных специалистов помогать Азербайджану, но и перебрасывала в зону конфликта наемников из подконтрольных ей сирийских группировок. Бывший дипломат США Альберто Мигель Фернандес написал на своей странице в Твиттер, что стоит начать обсуждение восстановления Северского договора. По данным греческой газеты «Греческий Сити Таймс», нота американского дипломата была сделана после того, как министр энергетики Турции Фатих Дасан Мес призвал пересмотреть переговоры 1923 года в Лазани о греко-турецкой границе. В ответ на заявление министра энергетики Турции, американский дипломат напомнил, что вместо Лазанского договора обязательно стоит посмотреть на Шиланкийский договор и Северский договор 1920 года, предшествовавший Лазанскому договору, имел для Турции радикальные иные границы. Север был подписан между турецким султанатом и союзниками, выигравшими Первую мировую войну в 14-18 годах 20 века. В соглашении конкретно говорилось о решении США расчертить границу между Турцией и Западно-Арменией, чтобы принять как своё решение, так и все предложения по выходу к морю. Услышав о Северском договоре в Турции, власти и историки серьёзно нервничают, и многие американские и европейские дипломаты называют это синдромом Севера. И не зря твит бывшего дипломата США Альберто Мигеле Фернандеса начал создавать атмосферу страха в Анкаре. Как только разгрозилась Первая мировая война, к Тигранакерту подошли немецкие войска в союзе с Османской империей. После начала резни в 15-м году армянские церкви были опустошены и разграблены, и в них поселились немецкие солдаты. Сотни тысяч армян, как из Тигранакерта, так и из тех, которые должны были быть сосланы в Сирию, были убиты во время шестимечной резни в Тигранакерте Западной Армении. Церковь Святой Киракос и Церковь Святого Саркиса, опустевшая во время резни в городе, использовалась в качестве штаб-квартиры немецких вооружённых сил. Приказ об истреблении армян был доведён до сведения всех губернаторов секретным письмом. Единственным перевалочным пунктом для армян, откуда должны были быть депортированы армяне из региона Арчелиан-Серхад на Чёрном море, Валепо-Дейр-Эр-Зор, была провинция Тигранакерт. Поскольку Тигранакерт был густонаселённым армянами, были разработаны специальные программы, чтобы лучше организовать ссылку. Провинция Тигранакерт, которая принадлежала Мардину, Медиату, Беширу, Нусайнбину, Севереку, Мадену и провинции Санджаки-Эргана, были вторыми по величине в Армении после Ивана. Далее для вас Арташи Скарталян, Маньясэм. Далее для вас Арташи Скарталян, Медиату, Беширу, Нусайнбину, Севереку, Нусайнбину, Севереку, Нусайнбину, Севереку, Нусайнбину, Севереку. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok